О, со мной связались телеканал, а теперь мы будем снимать телешоу. И что снимать будем? У нас нет никаких ограничений, так что будем снимать про беспричинную жестокость. Прекрасно. Ты хочешь показывать, как я убиваю народ в прямом эфире? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в Sonic X The Show. Это продолжение игры Sonic X The Movie, ссылка на которую прямо сейчас будет в верхнем углу в подсказках. Ну, вроде бы продолжение, мы сейчас точно в этом убедимся, мне вроде бы просто так писали в группе ВК, я сам не проверял, но думаю, меня не обманули, зачем это кому-то нужно. Давайте сюжет запустим. Да, это оно. Товарищи, плохая и хорошая новость. Наш фильм не был номинировали на Оскар. Чертовы хейтеры. Чертовы хейтеры в приемной комиссии по Оскару, да? Ох уж эти чертовы хейтеры, этот чертов там, кто там, кто там на Оскар рассматривает фильмы? Никита Михалков, какой-нибудь Роман Поланский, наверное, да? Ой, хейтеры просто невероятные. Такой шедевр пропустили. Ну, со мной связались с телеканалом, теперь мы будем снимать телешоу. И что снимать будем? У нас нет никаких ограничений, так что будем снимать про беспричинную жестокость. Прекрасно. Так, ну, ты хочешь показывать, как я убиваю народ в прямом эфире? Ура. Ноу, офкорс, мы будем снимать, как мы будем бить друг другу морды. Я это запомню. Эээ, серьезно, ты собираешься снимать, как всего трое бойцов бьют друг другу морды? Это же быстро всем наскучит. Нас будет не трое, а больше. К тому же у нас будет свой сюжет. Ну, окей. И какой же у нас сюжет? Сюжет прост. Есть ваша троица, и троица, с которой у вас конфликт. Вот вы избиваете друг друга. Главное, чтобы святой троицы там не было, чувак. А то... А то хрестанутые нас прибьют просто нахрен. Смешно? Ээ, все завязано на мнимом конфликте. Да, ведь на это всем нравится смотреть. Люд требует хлеба и зрелища. Тейлс, идешь в казино со мной? О. Так. А что-то ни хрена не происходит. Ты серьезно будешь снимать в казино? А да, у тебя есть места лучше. И где твой оппонент анонсит? Три часа как ждем? Простите за опоздание. Так, замечательно. Еще раз будет битва Тейлза против Крим. Серьезно? Вот это да. Это я посмотрю. Так. Как? Че? Кого? Блин. Пропустил я реплику. Какие? Импровизируйте. Ладно. А, он говорит... Тейлс, ты тупой. Говорит, вы должны... Друг на друга злиться. Должны быть реплики какие-то. Я понял. Тейлз, ты тупой. Отлично. Прекрасно просто. Прожарка Тейлза, ребята. Тебе надо на прожарку идти, Крим. Будешь там стоять вместе с этими, там... Я не знаю. С Щербаковым, с Соболевым будешь стоять. Просто раздавать по полной. Что? Мой IQ выше, чем у Эгмана. А IQ у Эгмана превышает три сотни. Ты соплатишь за это оскорбление. Ой, тихо. А че? А мне надо победить или мне надо проиграть? И тут как бы имеет значение? Слушайте, проблема в том, что Тейлз не... Тейлз никак не сражается. Я не понимаю, как сделать так, чтобы Тейлз сотнил у него хотя бы одну HP. То есть, вот смотрите, я туда-сюда как бы... Что такое? У меня не выходит, ребята. У меня не выходит нанести удар. Как-то раскрутиться, не знаю. Ничего не получается. Но я могу умереть, в принципе. Мне не трудно. Давай. Бах. Вы проиграли. Переиграть им-то. Так а что я должен сделать, чтобы не проиграть? Так вот опять все зависло почему-то. Я, может быть, должен просто сзади ее как-то ударить или что? Ударить Крим сзади. Интересная тема. Да. Музыка играет такая бодренькая, конечно. Да? Тихо ты. Не, у меня только здоровье теряется, ребят. Я... Я ничего, я не знаю. Shift, Ctrl. Пробел. Shift, Enter. Я все кнопки нажимаю. Что-то странная какая-то игра. Подождите. Я ничего не нажимаю. Так. Что-нибудь будет происходить? Все, они пришли к взаимопониманию. Да просто просто стоять друг у друга на голове. Какие проблемы? Это же не трудно совершенно. Не, ну правда. А что? А как играть-то в это? Я задаюсь этим вопросом в очередной раз. Я не понимаю. Может, я должен просто уклоняться? Моя задача, может быть, заключается в том, чтобы продержаться как можно дольше. Если нажать на цифру 1 или на 2 или на 3, я уж не знаю, на какую-то прилетает самолет. Это мне как должно помочь? Мне просто интересно. На 2. На 2 надо нажать, чтобы самолет прилетел. Понятно? Зачем? Так, это любопытно. Может быть, я должен ее как-то самолетом сбить? Ну-ка, сейчас давайте-ка попробуем. Ну-ка, ну-ка, давай подпрыгни там к нему. Да, слушайте. Очень-очень интересное знание получил. Диана! Она наверху там зависла. Нормальные дела. Что-то, так зачем? Зачем это? Я не понимаю, что это за игра такая. О! Вот я попал в нее самолетом, а толку от этого никакого нет. Понятно? И что делать? О, гляньте, 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 смотрите. Видали? Я отнял у нее здоровье. А знаете как? Нужно, когда бежишь к ней, нажать еще вниз. Сейчас, сейчас, сейчас я покажу. Во, вот так, вот так, вот так вот. Я ее как-то забодал. Или, подождите, или это самолет. Может, это самолет у нее отнял здоровье? Слушайте, да, у нее, наверное, самолет здоровье отнял. Надо, чтобы она вот, да, вот так вот, чтобы она... Вот, смотрите, 80, 60, 40. Офигеть! Нашел! Я нашел способ, как пройти эту долбанную игру, ребята! Ах, какая красота! Давай, давай, прыгай наверх, наверх, наверх пошла. Пошла наверх, вот тебе самолет... Вот, зараза, а? Собака ты ушастая такая, а? Ты посмотри на нее. Давай, 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 быстрее самолетик! Ой, молодец, 20% уже хорошо. Еще самолет, еще самолетом ее. Еще ее одним самолетом давай, ох! Ну, наверх пошла бы. Какая красота! Так, окей, все, разобрались. Идем дальше, первый бой закончен. Вышло неплохо, но дальше надо поднять планку. Наклс, ты будешь участвовать в следующем бою. Ээээ, так же импровизируем? Не, на этот раз работаем по сценарию. Съемка будет в зоне нефтяного океана. Эээ, нефтяного океана, а почему она там? Это будет бой не на живот, а на смерть. Твой противник в конце боя должен упасть в нефть и утонуть. А можно мне участвовать в этом бою, а не Наклсу? Соник, нет, на тебя другие планы. Эээ, кстати, а почему Эггман с нами не снимается? У него депутатская неприкосновенность, он не может в этом участвовать. Ладно, нам уже пора. Так, окей. Наконец-то, спасибо, что пришли быстро. Торнадо сломался, мы сюда пешком шли. Ребят, я вам хочу одну вещь сказать. У вас постоянно мужики сражаются с бабами, и бабы погибают в фильме. На Оскар не рассчитывайте, я вот к чему. Хуже было бы только, если бы вы геев убивали, серьезно. Так, так, по позициям, и начинаем снимать. И так уже много времени потеряли. Майлз, погоди, в общем, лестница сломана. Что? Я пошла ее заранее смотреть, все было в порядке, потом пошла обратно, подолшими вытер, и лестница уже была сломана. Черт, придется обойтись без твоей гибели, жаль. Начали. Эй, ты, что тебе? Ты кусок говня. Нет, Эмми, я не кусок говна, я брат-близнец твоего сына. Этого не может быть, брат-близнец моего сына мертв, теперь я должна тебя убить. Почему? Потому что если ты брат-близнец моего сына, а брат-близнец моего сына мертв, то ты должен быть мертв. Ну, давай. Что за хрень тут вообще? О, смотрите. Вот здесь проще, чем с Тейлзом, тут просто бомбами надо швыряться, как бы, все, да? И вот мы уже, в принципе... Это все! Давайте побольше таких битв, ребят. Соник, Тейлз, Наклз, я узнал, из-за кого нас не номинировали на Оскар, они перед вами. Что? Как ты узнал? Это элементарно. Я лишь зачитал твой текст, а вы спалились. Черт. Товарищи в атаку. С радостью. О, ОС, вот это тема, все, ребят. Ребята, пошло. Сейчас тебя Соник Экзе забодает. Ой, ой, пули, пули, пули пошли. Пошли пульки. Так, вы проиграли. Так, подождите, а как именно надо... Сейчас я попробую. Надо как-то ее так забороть, чтобы она меня меньше ударяла, чем я ее, понимаете? А как это сделать, я не знаю. Так, короче, Соник Экзе против Салли, да? Наверное, надо сзади как-то вот... А, блин, 85 на 100. Черт, я ее ни разу не задел даже, прикиньте. Так, ну-ка давай. В голову ей! Ну что ты... А если зажать просто двоечку? Ага, понятно. 55, 40, 25... О, смотрите! Получилось! Все отлично. Побороли. Побороли. Все, баб забороли, ребята. Победа, победа мужиков. Победа, что называется, тестостерона. Вы победили, отлично. Ха-ха-ха-ха. Наивные глупцы. Теперь, когда вы измотаны кучей боев и ослабленные, мне ничего не мешает вас уничтожить и отомстить вам за все унижения. Я от вас натерпелся многого. Мне пришлось перезапустить вселенную четыре раза, для того, чтобы выжить. Меня забивал кулаками Наклз, перемалывал Фарштейлз, расщепил на Атом и Эгвен. Я даже был коммунистом! И теперь вы за все заплатите. Выстрел. О, нет. Свинец моя не единственная слабость. А еще печеньки, да? Они убили Соника. Сволочи! Это конец? Боже, как шедеврально. Что за лестница? Не знаю, она не открывается. Обучение. Здрасте. У нас тут жанр поменялся. Теперь у нас не платформер, а файтинг. Я рассказываю тебе о местной боевой системе. Бой длится один раунд. Для управления в одиночной игре тебе понадобится всего шесть плавиш. Это стрелки на клавиатуре и цифры один, два и три. Я уже все, я разобрался уже. Спасибо. Спасибо, Тейлзушка-режиссер. Тейлз Спилбергович. Я уже все знаю, да. Стрелки отвечают за перемещение, цифры за удары. У каждого персонажа три атаки. Да, серьезно? Я ни разу не использовал две других. Я только двойку нажимал. Я думал, что двойка это ответ на все проблемы в этой игре. У каждого что-то свое. Для каких-то атак нужно выполнять определенные условия. Прыжки на земле и т.д. Блоков нет. В совместной игре, хотя кто будет выиграть это с друзьями, управление немного меняется. Для первого игрока ВСД 1, 2, 3. Для второго стрелки и нам 1, 2, 3. На этом все. Развлекайся, как закончишь. Жми Enter. Вернешься в главный мини. Прекрасно. Ну, в общем, вот такая вот игра, ребята. Вот такое вот оскароносное событие просто в мире Sonic XZ. Sonic XZ пошел в мир большого кинематографа. Он просто отжигает по полной в нем, как вы можете видеть. Так вот у нас весело все происходило. Победили всех баб, но в конце одна совершила все-таки Sonic XZ предательский выстрел в спину. И его грохнуло. В принципе, это хорошо. Он все-таки злодей, поэтому я такую концовку поддерживаю. На этом заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.